добрый вечер коллеги будем начинать наш сегодняшний вебинар перед началом как всегда поставьте пожалуйста плюсик если меня хорошо слышно если меня хорошо видно в окне чата пожалуйста напишите и будем начинать наш сегодняшний вебинар который будет посвящен изменениям которые ближайшее время затронут европейские компании с точки зрения предоставления финансовых услуг ну и те вопросы соответственно которые будут связаны с изменением кредитного плеча окей да вижу что плюсики пошли всем спасибо по также коллеги я напомню что несколько технических моментов ваши вопросы которые возникают у вас в ходе вебинара вы можете писать в чат часть вопросов я уже получил на почту поэтому ближе к концу я уже их озвучу ну и соответственно отвечу на те вопросы которые у вас появятся поэтому пишите в чат я буду отвечать для того чтобы видеть полностью всю презентацию и мое изображение не перекрывала на экран справа над окном чат есть стрелочка на которую можете нажать и чат свернется ну и соответственно вы сможете видеть полностью всю презентацию также запись будет доступна в конце вебинара на нашем youtube канале ну и также все участники получат на него ссылку а если вы еще не подписаны на наш youtube канал сейчас я приложу на нее ссылку и соответственно вы сможете это сделать отлично будем начинать перед началом как всегда предупреждение о рисках ну и в принципе наш сегодняшний вебинар были связан в первую очередь с защитой инвесторов от тех рисков которые могут произойти с использованием маржинальной торговли но тем не менее я озвучу то предупреждение которое есть соответственно торговля на финансовых рынках всегда связано с рисками и не стоит переходить к работе на реальном счету пока вы с этими рисками не ознакомились вся информация которая дается в рамках этого вебинара дается только в целях вашего ознакомления и обучения но все кто присутствует здесь так или иначе уже торговали на реальных счетах собственно рассылка была сделана и а приглашение было отправлено а действующим клиентам компании адмирал маркет для того чтобы как раз пояснить там необходимость от данного данных изменений и собственно ответить на ваши вопросы представлюсь меня зовут исаков роман для тех кто видит меня впервые являюсь региональным менеджером компания на маркет на маркет работаю уже почти шесть лет поэтому знаю как важно доносить информацию максимально полно и максимально конструктивно для того чтобы все клиенты нашей компании были уведомлены и получили исчерпывающую информацию и все ответы на свои вопросы собственно с этой целью и проводится текущий вебинар о чем мы сегодня поговорим да какой у нас план вебинара по времени я думаю что это займет минут тридцать но плюс также ответы на ваши вопросы во первых мы поговорим что значит политика эсма да что она себя представляет как изменения на предстоящие могут повлиять на вашу торговую стратегию в чем отличие розничного клиента от профессионального клиента и также мы поговорим о примерах того как может повлиять изменение кредитного плеча и на принципе маржинальных требований на вашу торговлю на вашу торговый стиль а итак начнем а что же произошло на основной текст вы можете сейчас прочитать на слайде но я все-таки постараюсь вам рассказать своими словами выделить основные тезисы того что же происходит на вообще положение эсма это орган который контролирует деятельность европейских компании то есть те компании которые а зарегистрирован на территории европы и великобритании и этот орган контролирует ближайшее время силу вступит в силу вступят новые правила которые будут ограничивать максимально доступное кредитное плечо для непрофессиональных трейдеров для ритейл трейдеров до 130 по валютным парам для всех клиентов кто имеет статус профессионального клиента то есть это либо а компания которая профессионально занимается управлением деньгами либо частный трейдер кто работает со своими деньгами но тем не менее а у него есть уже опыт в данной сфере и который может кандидировать на статус профессионального клиента и соответственно его получить плечо останется без изменений до 1 к 500 а следующий момент что такое кредитное плечо на самом деле я очень часто сталкиваюсь таким вопросом от большого количества клиентов а в том числе от действующих клиентов которые работают на финансовых рынках бывает что и не один год и не всегда ответ данный вопрос что же такое кредитное плечо становится очевиден давайте сейчас об этом поговорим во первых важно помнить о том что кредитное плечо это дополнительная возможность приобрести на актив имея на своем торговом счету меньше денежных средств то есть простая аналогия кредитное плечо когда оно равно один к одному то есть оно отсутствует есть акция например акция компании apple которая стоит ну допустим 200 200 долларов и соответственно покупая одну акцию у вас обязательно должны быть те же самые 200 долларов то есть это пример торговли без кредитного плеча а когда вы хотите купить эту же акцию но с кредитным плечом к примеру с причем один к десяти то в этом случае для приобретения такого же объема акций вам потребуется уже объем в 10 раз меньше то есть на одну акцию вы потратите не 200 долларов а 20 долларов то есть технически а это дает возможность так как были внедрены сивди контракты contract for difference которые дают возможность именно а проводить спекулятивные операции в этом есть разница сейчас мы запустили также дополнительный счет который называется admiral invest который позволяет покупать покупать акции американских европейских компаний а без кредитного плеча а и соответственно получать доход не только от разницы курсовой стоимости но это выплаты дивидендов сивди этим отличаются здесь интерес приобретение данного актива он заключается именно в разнице курсовой стоимостью если вы купили по 200 и цена через какое-то время становится 250 то есть вот эта разница будет ваш прибыль вашей прибылью а то есть если провести аналогию а если мы используем например плечо 1 к 100 до такой стандартная плечо которое доступно то это означает что вам фактически для приобретения одного и того же актива потребуется сумма в сто раз меньше и я напомню что если мы говорим о валютных парах там есть стандартный размер контракта он выражен в количестве валюты которые вы приобретаете и один лот равен ста тысячам той валюты которые вы покупаете например если это пара евро доллара то 100 100000 евро соответственно у частных трейдеров частных инвесторов не всегда есть такая сумма для того чтобы приобретать данный контракт поэтому и прибегает к использованию кредитного плеча то есть покупают контракт стоимостью 100000 имея на счету сумму в сто раз меньше движемся дальше что важно что важно помнить важно помнить о том что а ваш счет да он ограничен в потерях в нескольких вещах то есть во первых он ограничен вашими деньгами до которые вы положили на данные счеты которые вы используете для торговли и также есть дополнительные инструменты которые вы можете сами использовать как трейдеры то есть такой принцип как стоп лосс до установка ордера при достижении которого ваша позиция закроется например с убытком а ну или с прибыли то есть но это уже технический момент трейдинга об этом мы говорим на других вебинарах сейчас это не совсем тема а текущего бинара ну и также ситуация стоп аут что такое стоп аут а стоп аут это ситуация при которой брокер страхует себя от того чтобы клиент не ушел в минус по счету то есть это стандартная практика она применяется у всех брокеров кто предоставляет возможность маржинальной торговли то есть у вас на счету должно быть обеспечением которое позволяет держать вам текущую позицию а сейчас я параллельно также параллельно также запущу метатрейдера для того чтобы показать вот такие моменты которые возникают и всегда лучше непосредственно на живом примере а поставьте пожалуйста плюсик если у вас появился метатрейдер если он у вас виден а я пока открою чистый график и возьмем например также пару евро доллара да отлично вижу что плюсики есть и так ситуация стоп аут кредитное плечо и так далее вот давайте посмотрим еще раз чтобы закрепить все основные положения и все основные моменты откроем что у нас было видно панель инструментов где соответственно отображаются сделки где есть торговля закроем то что нам не нужно а и у нас с вами пара евро доллар если мы выбираем открыть сделку до открыть по рынку объемом один лот значит мы с вами покупаем контракт размером 100 тысяч евро здесь по данному счету меня стоит плечо 1 500 максимальная то есть фактически нам потребуется сумма в 500 раз меньше от номинальной стоимости контракта то есть мы сейчас видим что маржа то есть вот это обязательная составляющая то есть те деньги которые должны быть обязательно на счету без которых не будет возможности открыть позицию составляет порядка двухсот тридцати пяти долларов на текущий момент по текущему курсу соответственно что это значит это значит что брокер при открытии данной позиции дает возможность дает возможность приобрести данный контракт но у вас как у трейдера обязательно что должна быть сумма в 235 долларов как мы рассматриваем данном случае если бы это было например плюс 1 к 100 то у вас на счету должно было быть порядка 1000 евро соответственно что значит вот эта сумма которая нас образовалась помимо того что она должна быть обязательно это гарантия обеспечения вашей позиции у нас здесь есть несколько показателей такие как свободная маржа говорит нам о том сколько вы еще можете открыть позицию и уровень маржи в данном контексте а в данном контексте важно то что когда вот этот уровень маржи становится менее определенной величины у вас будет происходить принудительное закрытие позиции а стандартный уровень ситуация стопа у то есть то как раз о чем мы сейчас говорили это 30 процентов от маржи и менее то есть что это означает это означает что когда у вас в данный уровень будет 30 процентов и меньше то есть фактически вы уйдете на просадку 30 процентов от суммы в 235 долларов это получается порядка 70 долларов ну и соответственно мы можем вычесть из общего баланса то есть здесь округлим можно уйти в просадку на сумму в четыре с половиной тысячи долларов максимально и соответственно когда данная просадка данный процент будет достигнут то ваши позиции будут принудительно закрыты с целью того чтобы ваш счет не ушел в минус соответственно брокер тебя от этого а в том числе страхует потому что так или иначе компании брокеру вашу сделку нужно будет провести то есть если по ней будет отработан отрицательный результат такой может быть если уровень а маржи был слишком маленький и например рынок утром в понедельник открылся с гэпом а то такая ситуация может произойти когда ваша сделка но и принципе ваш результат по торговому счету становится отрицательным а в любом случае компания брокерская обязана произвести произвести взаиморасчеты с поставщиками а ликвидности и соответственно для того чтобы это не произошло то есть чтобы счет клиента не ушел минус ситуация стоп аута от этого как раз и нас проходит а давайте попробуем сделать таким образом откроем еще несколько позиций давайте откроем еще например 10 10 лотов до дополнительно и мы с вами посмотрим как а этот уровень будет меняться вот сейчас у нас уже в залоге две с половиной тысячи до 2 2 с половиной тысячи долларов и уровень маржи у нас сто семьдесят семь процентов то есть фактически мы видим что у нас данный процент уменьшиваться все почему потому что мы открыли больший объем что здесь меняется во первых меняется стоимость пункта один пункт в данном случае по пятому знаку до минимальное изменение цены а будет равно 11 долларов так как у нас открыт объем в один слотов и соответственно если цена проходит а не в нашу сторону мы с вами открыли сделку на покупку 10 10 пунктов то это означает минус 110 минус 110 долларов но если мы с вами посмотрим среднедневные колебания по валютным парам которые могут доходить до а тысячи пунктов то в данном случае мы видим что наш депозит он ограничен а в том числе и дневными колебаниями то есть важный момент который который как раз и регулятор хочет донести тем чтобы уменьшить кредитное плечо не профессиональным трейдером заключается в том чтобы не давать возможность открывать сделку большим плечом да то есть не более чем плечо 130 то есть это механически уменьшает возможность открывать большой объем то есть в данном случае мы бы с вами не смогли открыть на такую сумму и давайте дальше мы уже будем смотреть а дальше мы смотреть по следующему наши презентации как это может отразиться на вашей торговле да движемся дальше вот вижу вопрос от максима да запись обязательно будет мы отправим всем участникам записи из комнаты вебинар точка ру и на youtube канале также она появится движемся дальше а следующий важный вопрос который как раз относится к размеру кредитного плеча который будет доступен для непрофессионального клиента а все основные валютные пары это 1 к 30 до максимально плечо остальные валютные пары золото и часть индексов это 120 далее один к десяти по сырьевым активам кроме кроме золота и ряд индексов а также по тем остальным инструментом которые не входят в первые три категории это плечо 15 и по криптовалютам это плечо до 12 а теперь смотрим дальше вот пример а с использованием кредитного плеча наглядный с используем кредитного плеча 1 500 и 1 к 30 как мы с вами видим а то что например открывая один лот по паре а евро доллар указку открывая один лот по паре евро доллар мы с вами видим что для открытия данного объема нам потребуется сумма в 200 евро да есть у нас есть кредитное плечо если кредитного плечо у нас ограничено одним к 30 то для открытия точно такого же объема потребуется сумма а эквивалентно трем тысячам от 300 евро то есть в этом и будет заключаться основная разница соответственно как это может повлиять на торговлю то есть безусловно риск он все также остается но это не ограничивает вас никоим образом в любом случае даже если вы получаете статус профессионального клиента использовать меньше кредит на плечо самое важное то что ваша торговля должна во первых вы должны понимать какие риски существуют и а какие а потери могут произойти в тех или иных ситуациях когда вы используете кредитное плечо и разумно контролировать ваши потери вот еще один пример с индексом dax да сейчас мы с вами видим что а при открытии одного лота по индексу dax достаточно иметь на торговом счету порядка 24 евро после изменений данная сумма будет увеличена до 600 евро то есть том случае опять же если у вас сохраняется статус непрофессионального клиента то есть ритейл клиента или частного клиента а движемся дальше как еще раз это может повлиять на ваши стили торговли то есть то что мы с вами сейчас смотрели по поводу ситуации ступал то есть если вы открываете позицию с плечом а 1 к 30 до то у вас обязательный залог при одном лоте будет порядка 3000 евро соответственно уйти в просадку вы можете точно также на 30 процентов то ситуация ступал будет срабатывать а при достижении уровня в 30 процентов и менее от маржи то есть 30 процентов от 3000 это нужно учитывать потому что для открытия например одного лота потребуется иметь на счету уже сумму гораздо больше ну либо работать уже с меньшим объемом то есть ситуация ступал она в любом случае будет обезопасить будет необходимо для того чтобы обезопасить ваш торговый счет от ухода в отрицательный в отрицательный баланс следующий пункт необходимо убедиться что у вас есть достаточно капитал правильный подход к управлению рисками здесь важно помнить о том важно помнить о том что в том случае если но здесь немного такое отступление до от от меня как от трейдера до вам как трейдером заключается в том что действительно большое количество трейдеров кто приходит на финансовые рынки приходит на валютный рынок на фондовый рынок уже видел большое количество информации где-то в интернете что можно заработать много быстро и сразу но я думаю что вы об этом уже знаете и уже собственно на своем опыте понимаете что здесь не все так быстро и не все сразу ну и многие трейдеры имея на счету 200 до 200 евро открывают объем один лот да это дает возможность при дневном движении например в 1000 пунктов а получить доход который будет эквивалентен 1000 евро то есть увеличить доход капитала фактически в пять раз но здесь что называется может только повезти потому что в другом случае если цена пойдет против вас буквально порядка 17 пунктов то в этом случае будет сработать сработать ситуация ступал ну и соответственно никакой прибыли а в этом случае не будет то есть вот здесь и есть важный важный момент о котором стоит помнить а также у вас как у трейдеров всегда есть важный инструмент который называется стоп лосс то есть ситуация закрытия вашей позиции не должна на мой взгляд не должна регулироваться стоп аутом то есть вы всегда когда открываете позицию должны понимать где вы выйдете и сколько в этом случае вы потеряете то есть когда вы устанавливаете ордер стоп лосс то по определенному значению по определенному уровню вы должны понимать что если сработает стоп лосс то вы потеряете такую-то часть от вашего депозита при консервативной торговле рекомендуется один два процента от вашего депозита безусловно может быть больше в зависимости от вашей торговли и от вашего стиля но разумный она разумный стоп лосс всегда должен быть то То есть даже если у вас сработает 10-15 раз стоп-лосс, то есть закроется ваша сделка с убытком, это не должно принести вашему счету какие-то существенные, какие-то ощутимые потери. Всегда важно об этом помнить. Рынок не всегда может двигаться в ту сторону, которую определил трейдер. Ошибки случаются, убыточные сделки случаются, это абсолютно нормально. Но важно, чтобы у вас был тот момент, который позволит вам открыть новую позицию вновь. А после закрытия одной убыточной сделки у вас будет достаточно средств для того, чтобы возобновить торговлю. Да, вижу, появляются вопросы, чуть позже уже я на них отвечу. Итак, давайте поговорим о том, какие появляются преимущества и какие есть ограничения или недостатки. Как у профессионального клиента, у профессионального трейдера, который получает данный статус, так и у ритейл-клиента, который данный статус, например, не получает по тем или иным причинам. Ну, во-первых, основное преимущество профессионального клиента заключается в том, что у вас сохраняется возможность торговли с плечом до 1.500. То есть вы сами можете контролировать свои риски. Если вам необходимо, вы, безусловно, можете его уменьшить. Но, проводя аналогию, если вы не профессиональный клиент, у вас максимально плюс 1.30, то вы торговать с большим плечом, соответственно, не сможете. Больше плечо дает большую возможность, но и несет в себе определенные риски. Также у вас сохраняется доступ к большинству, ко всем инструментам, которые предоставляет компания Admiral Markets для торговли. И не будет ограничений, которые как раз связаны с кредитным плечом. Какие существуют недостатки? В том случае, если вы получаете статус профессионального клиента. Я бы не сказал, что это недостатки. Я бы сказал, что это те вещи, на которые важно обратить внимание. Но, тем не менее, не рассказать о них я не могу. Здесь важный момент заключается в том, что есть ряд защитных мер, которые гарантируются или компанией, или регулятором. Разница будет заключаться в том, что для частных клиентов, для частных трейдеров, которые торгуются, причем 1 к 30, защита от отрицательного баланса, то есть как раз та ситуация, при которой срабатывает ситуация стоп-аут, и баланс вашего счета уходит в отрицательную зону, для непрофессиональных клиентов будет гарантироваться уже непосредственно самим регулятором. То есть вы можете быть уверены, что баланс вашего счета будет компенсирован до нуля. Важно об этом помнить. Для профессионального клиента мы сохраним нашу политику по защите от отрицательного баланса, которая действует и на текущий момент. Сейчас все клиенты, кто, например, имеет счет в компании NERAL MARKETS UK, пользуются политикой, которая предоставляется именно самой компании. Она же и сохранится для профессиональных клиентов. Важный момент, о котором мы информировали также в нашей рассылке, который связан с подачей информации. То есть пункт номер 2, вы соглашаетесь общаться как профессионал рынка. Что это означает? Безусловно, на ряд вопросов, которые у вас возникают и с которыми вы обращаетесь в службу поддержки компании NERAL MARKETS, гипотетически мы можем вам давать минимум информации, отвечая на ваш ответ. Но компания NERAL MARKETS всегда уделяет большое значение качеству оказания наших услуг. И вы можете быть уверены, что в случае решения любого вопроса, который у вас возникает, будь то исполнение по сделке или какие-то иные вопросы, то мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы информация, которую мы доносим, была доступна, понятна и своевременна. Здесь мы сохраним также работу нашего отдела по работе с клиентами, который будет оказывать максимум поддержки всем нашим клиентам, как и ранее. Движемся дальше. С точки зрения розничного клиента или ритейл клиента. Здесь преимущество будет заключаться в том, что 100% защита от отрицательного баланса гарантируется непосредственно регулятором. и существует политика наилучшего исполнения. Существенная разница здесь заключается в том, еще раз вернемся к предыдущему пункту по поводу ритейл клиента, заключается в том, что согласно политике наилучшего исполнения, мы ищем любую возможность исполнить вашу заявку по наиболее оптимальной цене, близкой к вашему запросу. На самом деле данный момент в первую очередь отразится на тех наших клиентах, кто торгует объемами более 100-150-200 лотов, открывая их за один раз. То есть здесь мы уже можем использовать те меры, которые позволяют дробить данную позицию и открывать частично, а не только искать именно запрошенную цену. То есть фактически, если взять аналогию трейдеров, которые торгуют на свои деньги, со своими депозитами, и объем сделок не превышает за одну позицию, то есть более 100 лотов, то в целом качество исполнения, качество котировок, оно сохранится и не будет фактически иметь каких-то отличий. Для тех трейдеров, у которых больше объема и для которых будут находиться возможности исполнения их сделок, соответственно, и открытия большего объема, то могут уже применяться дополнительные меры. С точки зрения недостатков, опять же, все зависит от вашей торговли, от вашего стиля. Если для вас приемлем небольшой риск, то вряд ли можно считать плечо 1.30 недостатком, но тем не менее оно выделено под этим пунктом. То есть для розничных клиентов будут представлены те размеры кредитных плеч, о которых мы сейчас с вами и поговорили. Как подать заявку на получение профессионального статуса клиента в кабинете трейдера? Очень важный вопрос, сейчас я посмотрю, что у нас в чате. Заявка на профессионального клиента подается в вашем кабинете трейдера. Те письма, которые мы направляли, там есть ссылка в ваш кабинет, ну и вы, в принципе, можете стандартно воспользоваться стандартной ссылкой входа в кабинет, и у вас появится надпись, которая дает возможность получить статус профессионального клиента. Там так и будет написано «профессиональный клиент». Вы переходите туда, и там появляется анкета, которую необходимо заполнить, для того, чтобы мы смогли рассматривать вас как профессионального клиента. Там есть три основных критерия, которым необходимо соответствовать. Сейчас мы их разберем и поговорим, потому что эти критерии вызывают также большое количество вопросов у наших клиентов. Ну и, собственно, сейчас мы уделим этому внимание. Три, нужно соответствовать двум критериям из трех. Первый критерий, он относится к вашему объему торгов, которые у вас были проведены за последние, по крайней мере, четыре месяца, то есть за последний квартал, либо с нами, то есть либо с компанией Admiral Markets, либо с любым другим брокером, с которым вы работали. Соответствовать данному пункту вы будете в том случае, если суммарный объем ваших торговых позиций был эквивалентен или более объемом в 20 тысяч евро. То есть здесь сумма фигурирует с использованием кредитного плеча, то есть 20 тысяч евро – это примерно 0,2 лота. То есть когда мы с вами вспомним, один контракт 100 тысяч, то есть 20 тысяч – это его пятая часть. То есть чтобы соответствовать данному пункту, важно, чтобы у вас за последние четыре месяца было проторговано как минимум 0,2 лота. Для наших клиентов дополнительно предоставлять какую-либо информацию не требуется. Мы видим всю, собственно, можем проверить, ну юридический отдел может проверить всю историю, которая есть по вашим торговым сделкам и, соответственно, посмотреть, насколько вы соответствуете данному пункту. Если у вас еще недостаточная история с компанией Admiral Markets, но вы ранее работали уже с другими брокерскими компаниями, то дополнительно мы можем запросить, например, выписку, то есть statement из вашего метатрейдера, который подтверждает, что у вас были данные объемы с другим брокером. Следующий пункт номер 2, который чуть менее, чуть более сложен для частных клиентов, то есть для тех клиентов, кто торгует на свои собственные деньги, это необходимо иметь общий суммарный объем инвестиций порядка 500 тысяч евро, то есть которые подразделяются, это не только торговля на валютном рынке, но и, в принципе, все вложения в финансовые активы. Ну и пункт номер 3, который как раз будет показывать и говорить о том, есть ли у вас уже опыт с точки зрения маржинальной торговли и соответствовать ему тоже можно, исходя из нескольких критериев. Например, если у вас был опыт работы, ну или, возможно, сейчас вы работаете в финансовых компаниях, которые связаны так или иначе с предоставлением финансовых услуг, ну и в том числе с предоставлением финансовых инструментов, которые дают возможность использовать кредитного плеча. То есть если вы работали в таких компаниях, то вы можете подойти по данному пункту. И также данный пункт несет в себе ту информацию, которую вы могли получить, проходя, например, профессиональное обучение, то есть проходя курсы по трейдингу, проходя обучение в университете, когда проходили данную информацию, получали. То есть пункт номер три, резюмируя, он говорит в первую очередь о том, что у вас есть знания в сфере финансовых рынков и самое главное, что вы понимаете, что такое кредитное плечо. Когда вы подаете заявку, дополнительно на первом этапе никаких документов прикладывать не требуется. То есть самая важная задача для того, чтобы мы смогли начать рассматривать вашу заявку, это ее подать в кабинете трейдера. Если дополнительно потребуется какая-то информация с нашей стороны, если юридический департамент запросит уточнение, то уже ваш персональный менеджер с вами свяжется и уточнит те вопросы, которые появились. Но для того, чтобы в принципе кандидировать на получение данного статуса, необходимо подать данную заявку в кабинете. А дальше уже по результатам рассмотрения вам будет присвоен либо статус профессионального клиента, либо у вас останется, например, статус розничного клиента. Но без данной заявки получить профессиональный статус не получится. С точки зрения выводов, давайте еще раз поговорим и перейдем уже к ответам на ваши вопросы, которые появились. Несколько вопросов, которые были получены. Если ваша заявка, которую вы оставляете на статус профессионального клиента, будет одобрена, то вы сможете использовать торговлю с причем до 1.500 или менее. Но без тех защитных мер, которые предлагаются регулятором. Я напоминаю, что политика защиты от отрицательного баланса, предоставляемая компанией Dramarkets UK, она также будет доступна. Если вы продолжите торговать в качестве розничного клиента, то вы сможете пользоваться 100% защитой от отрицательного баланса, который предоставляется непосредственно регулятором. Но здесь важно будет адаптироваться под данное кредитное плечо согласно вашей торговой стратегии. То есть, если вы решите для себя открыть чуть больше объем, то нужно будет учитывать, что вы ограничены максимально кредитным плечом. Компания Dramarkets всегда будет помогать вам в решении любых вопросов, которые возникают. Поэтому всегда, когда у вас появляются вопросы, в том числе с точки зрения данного момента или какой-то другой ситуации, вы всегда можете нам позвонить, написать и получить исчерпывающий ответ от вашего персонального менеджера. Давайте теперь перейдем к тем вопросам, которые появляются. И я сейчас зачитаю вопросы в чате. Также, коллеги, если у вас вопросы появились в ходе вебинара, если я на что-то не ответил, то, пожалуйста, сейчас напишите. И сейчас мы переходим как раз в фазу вопрос-ответ. Артур задает вопрос, как клиенту-физлицу с небольшим депозитом получить статус профессионального клиента. Очень хороший вопрос. Было большое количество вопросов, поменяется ли минимальный депозит для профессиональных клиентов. Отвечаю, минимальный депозит не поменяется, то есть сумма минимального депозита останется прежней, и фактически по ряду счетов вы сможете торговать суммой от 200 евро. То есть никаких требований к минимальному депозиту, которые должны находиться на счету, здесь не будет для профессионального клиента. А в том случае, если вы остаетесь розничным клиентом, то здесь уже, само собой, разумеется, то, что при открытии, например, точно такого же объема, но с плечом 1 к 30, то вам потребуется уже сумма в несколько раз выше. Здесь важно об этом помнить. Но для профессионального клиента никаких требований с точки зрения минимального депозита здесь не предусмотрено. Здесь все остается по-прежнему. А Владимир задает вопрос, почему не оставить как есть, для чего это делается, непонятно. То есть, чтобы оставить плечо, надо стать профи-клиентом. Я поясню, это инициатива регулятора, то есть это будет относиться ко всем компаниям, которые зарегистрированы на территории Европы и Великобритании, тем самым ограничив непрофессиональных клиентов от использования большого кредитного плеча. То есть, фактически, для того, чтобы вы, ну и в будущем, для того, чтобы все клиенты, которые будут пользоваться и хотят пользоваться большим кредитным плечом, подтвердили свои знания в данном вопросе, в данной сфере. Здесь этот момент очень важен. Артур далее задает вопрос, какой срок ответа юродела с момента подачи заявки. В среднем на рассмотрение заявки уходит одна-две недели. Сейчас довольно-таки много заявок, поэтому наберитесь терпения и в среднем рассчитывайте на то, что одна-две недели пройдет нам проверку данной заявки. Ну и, соответственно, для того, чтобы ускорить данный процесс, если вы еще не подали заявку на профессионального клиента, то сделайте это как можно быстрее, для того, чтобы, соответственно, получить ответ максимально быстрый срок. Юрий задает вопрос, предусматривается ли сумма минимального депозита для профессионального трейдера. Ну вот, как я ответил ранее, уже был такой вопрос от Артура, то минимальный депозит для профессионального клиента не изменится, то есть они останутся прежними. Также, коллеги, я хотел обратить ваше внимание, то, что в рассылке мы информировали о том, что срок подачи, ориентировочный срок подачи до 28 мая. То есть важный момент, на который все обращают внимание, это то, что с 28 мая плечо не поменяется. То есть на текущий момент, пока нет конечной даты, с какого числа, с какого дня, мы обязаны будем ограничить максимальное плечо для наших, например, ритейл-клиентов. Как только у нас будет информация у нашего регулятора, когда будет последний день предоставления плеча, например, до 1,500 ритейл-клиентов, мы обязательно повестим это еще раз. Но ориентировочно это будет летом, июнь, июль, возможно, август. Поэтому в любом случае здесь нет смысла откладывать, если для вас важна торговля с плечом большим, откладывать это на какой-то последний день, на последнюю дату, лучше стараться это сделать как можно быстрее, для того, чтобы, ну, что называется, сделали, и, собственно, потом уже об этом не думаете, да, и торгуете. Собственно, когда данные изменения вступят в силу, уже у вас все будет пройдено и получено. А также, как я уже упомянул, то есть в тот момент, когда будет проходить изменение кредитного плеча, мы заранее повестим о предполагаемой дате, ну, уже о конечной дате, и в тот момент, если у вас, например, по вашему счету будут открыты позиции, и вы остаетесь в статусе непрофессионального клиента, то кредитное плечо будет увеличено, будет увеличено. Соответственно, это приведет к тому, что увеличится залог по открытым позициям. Поэтому здесь тоже важно учесть то, что если вы не получаете статус профессионального клиента или не получили его по каким-то либо причинам, то, соответственно, учитывать размер необходимых средств для поддержания позиций уже непосредственно с меньшим плечом. Валерий задает вопрос, какие посредствия отрицательного баланса? Как я уже сказал, то есть ситуация возникновения отрицательного баланса, она на практике появляется только в тот момент, когда трейдер входит в сделку, например, перед закрытием рынка в пятницу, и, возможно, будет проходить какой-то референдум или какие-то события на выходных. Вот трейдер решает, сейчас возьмем гипотетического трейдера, решает открыть позицию перед выходными, войти всем допустимым объемом, который он только может открыть, и открывает, например, сделку в сел. В понедельник рынок открывается, цена уходит вверх, то есть результат становится отрицательным, и результат фиксируется по первой доступной цене, то есть ее нельзя закрыть по стоп-лоссу, если по стоп-лоссу не было цены, если, соответственно, цена открытия выше стоп-лосса, то сделка фиксируется по первой доступной котировке. В этом случае может появиться результат может появиться результат отрицательного баланса. Соответственно, политика защиты, она дает возможность получить компенсацию до данного баланса. В случае профессионального клиента политика от Adderall Markets, то есть ваш баланс по вашему счету будет компенсирован до нуля. То есть если у вас в результате вашей торговли образовался баланс там минус 5 евро, то есть у вас баланс счета отрицательный, то, соответственно, будет проведена компенсация на 5 евро, чтобы ваш баланс счета стал нулевой. Точно так же и для ритейл-клиентов, только эта политика уже предоставляется непосредственно самим регуляторам. Виталий задает вопрос. Валерий, если я ответил на ваш вопрос, пожалуйста, напишите, поставьте плюсик. Если есть какие-то дополнительные уточнения и вопросы ко мне, то тоже напишите. Виталий задает вопрос. Будет письмо к каждому клиенту или общее сообщение. После получения, во-первых, когда вы подаете заявку на профессиональный статус, вы получаете уведомление, что ваша заявка находится на рассмотрении, и после рассмотрения получаете либо подтверждение, либо запрос дополнительной информации. На текущий момент, как только будет известна финальная дата, мы сделаем рассылку сначала всем нашим клиентам, затем уже будем стараться информировать всех по отдельности, для того, чтобы донести данную информацию, убедиться, что каждый из наших клиентов с ней ознакомился и будет иметь это в виду. Борис задает вопрос по поводу 500 тысяч евро. Для того, чтобы получить возможность статуса профессионального клиента, есть три критерия. Это объем 20 тысяч евро, суммарные инвестиции 500 тысяч евро и наличие знаний в области финансовых рынков. То есть необходимо соответствовать одному, двум из трех данных пунктов. То есть пункту номер два не обязательно соответствовать. То есть если у вас нет суммарных инвестиций более полумиллиона евро, то здесь более оптимально подходят первый и третий. Соответственно, первый связан с историей торгов в Admiromarkets, либо в другой компании, суммарным объемом 20 тысяч евро с учетом кредитного причина за последние четыре месяца. И пункт номер три, который подтверждает наличие опыта у вас в финансовой сфере. Андрей задает мне вопрос, но Андрей высказывает свое мнение. Если есть какие-то дополнительные вопросы, то, пожалуйста, напишите. Да, прошу прощения, один квартал, то есть три месяца. Да, прошу прощения. Да, Юрий вот уточняет. Хорошо, сейчас я еще зачитаю те вопросы, которые я получил на почту. Поэтому, коллеги, если у вас еще есть вопросы, то, пожалуйста, напишите их в чат. И я пока зачитаю те вопросы, которые были получены мной на почту. Вопрос относительно документов, которые подтверждают формальные признаки профессионального статуса. То есть, как я уже говорил, первая задача, основная задача – это подать заявку. Если юридический отдел с нашей стороны сочтет нужным и необходимым запросить дополнительную информацию, то мы уже отдельно с каждым из наших клиентов будем связываться и уточнять информацию. Изменится ли уровень Stop Out и Margin Call у розничного клиента? Был такой вопрос. Здесь уровни остаются прежними. То есть, сейчас это 30% от маржи. Ситуация Stop Out, Margin Call – это 100%. То есть, звонок, когда все ваши сделки подсвечиваются красным цветом, которые предупреждают подходу к минимальному уровню допустимой маржи. Здесь все остается по-прежнему. Ну и был, еще раз продублирую вопрос, изменится ли требование к минимальному депозиту у профессиональных розничных клиентов? Нет, здесь требования не изменятся. То есть, они останутся прежними. Поменяется лишь то, что для, например, уже ритейл-клиента будет больше необходимость иметь большее количество средств на своем счету для открытия того же объема. Ну и также, коллеги, я хотел для вас напомнить о преимуществах работы с компанией AtmiraMarkets. Во-первых, это регулирование компании. То есть, компания AtmiraMarkets UK регулируется FCA. Это, пожалуй, один из самых требовательных регуляторов компании, который как раз и обеспечивает всю чистоту взаимодействия, всю прозрачное взаимодействие с нашими клиентами. Возможность торговать с дробными контрактами, она также у вас сохраняется. И минимальный лот остается 1,1 лота, если мы говорим о валютах. Также исполнение, как всегда, идет без реквод, то есть, СТП без минимальных стопов и уровня реквод. Также котировки второго уровня для пятого метатрейдера у нас доступны. Ряд мер защиты, такие как настройка защиты от волатильности, о чем мы тоже говорим уже довольно-таки давно во всех наших мероприятиях. Настройки защиты от волатильности, то есть, те дополнительные параметры, которые позволяют минимизировать риск торговли во время повышенной волатильности. Например, на новостях, которые дополняют стандартные типы ордеров, модифицируя их и позволяя также регулировать вашу торговлю. Ну и также платформа метатрейдер 4, метатрейдер 5 и дополнение к ней Supreme Edition. Также, коллеги, я напоминаю, что метатрейдер 4 уже в ближайшее время, ну, точнее, его уже компания MetaQuad перестает поддерживать, то есть, уже обновления для него не выходят, и постепенно все переходят на пятый метатрейдер. Мы со своей стороны уже тоже сделали все возможное, поэтому сейчас все инструменты, которые торгуются на четвертом метатрейдере, перенесены на пятый, ну и, собственно, все новые инструменты будут добавляться только на пятый метатрейдер. Вижу еще информацию от Андрея. Да, Андрей, здесь очень важный момент, который заключается в том, что вот Андрей пишет, что кроме нас никто ничего не меняет. Во-первых, мы стараемся определенную вещь делать заранее, чтобы это не происходило в последний момент, а в последний день, как это может происходить, как некоторые компании могут позволять себе это делать. Поэтому мы данную процедуру информируем вас заранее. Соответственно, если вы торгуете с брокером, который имеет лицензию, будь то европейская юрисдикция, например, то так или иначе данные правила коснутся данного брокера, просто пока он вас еще об этом не уведомил. Вы можете уточнить, да, в вашей компании и получить исчерпывающий ответ. Безусловно, существуют компании, которые зарегистрированы в офшорной зоне, на которых не скажутся подобные требования, подобные изменения, но, соответственно, здесь важно понимать, что для вас остается важным. Гарантии получения ваших средств, если вы работаете с регулируемым брокером, или торговля с большим кредитным плечом. Здесь этот момент очень важен. Дмитрий задает вопрос. Компания Миромаркетс UK, регистрация в UK, имеющая регуляцию в UK, но почему нужно соблюдать правила ЕС? Хороший вопрос. На тот момент, когда данная директива была выпущена, UK еще, собственно, не до ситуации с Brexit происходило, поэтому это будет относиться и ко всем компаниям, которые были зарегистрированы в Великобритании. Если что-то поменяется с точки зрения законодательства в данном вопросе, то мы также вас обязательно об этом оповестим. Также, коллеги, еще несколько вопросов, которые у вас есть, вы можете написать сейчас для дальнейших взаимодействий. Во-первых, я оставлю вам свою почту, для того, чтобы вы всегда могли написать и обратиться, чтобы я вас мог направить к вашему персональному менеджеру, ну и почту службы поддержки, на которую я также призываю вас писать все ваши вопросы, которые у вас появляются в отношении получения профессионального статуса, появляются вопросы, незамедлительно пишите, и мы обязательно поможем разобраться и пояснить. Почту я приложил. Итак, коллеги, если на текущий момент вопросов пока у вас нет, то, пожалуйста, поставьте плюсик, для того, чтобы я понимал, что на текущий момент мы обсудили и разобрали те вопросы, которые пока существуют. Отлично. Андрей задает вопрос, почему у нас на сайте осталась информация по плечу 1.500, потому что сейчас, на текущий момент, мы можем предоставлять для новых клиентов плечу 1.500, как только будет, во-первых, когда вступят в силу данный закон, то мы уже не сможем этого делать, и, соответственно, будет информация о том, какое плечо может получить частный клиент или ритейл-клиент. Пока это еще не вступило в силу, поэтому информация по кредитному плечу до сих пор остается. Ну и фактически она не меняется. Для профессиональных клиентов оно остается до 1.500, и пока на сайте нет разделения. То есть вся информация остается в общем для всех клиентов. Андрей, если у вас есть дополнительные вопросы, я приложил также свою почту, вы можете мне написать, и я с удовольствием отвечу на те вопросы, которые у вас появились. Хорошо, коллеги, тогда будем на сегодня прощаться. Мы обязательно будем вас держать в курсе дела всех событий, которые будут происходить. Будем вас информировать. Ну и также, если у вас появляются какие-либо вопросы, пишите нам, звоните нам, и мы будем вам помогать разбираться во всех вещах. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за участие в данном вебинаре. Напоминаю, что для подачи заявки на профессиональный статус необходимо войти в кабинет трейдера. Сейчас я также дополнительно приложу ссылку, чтобы вы смогли, например, после часа вебинара зайти и, по крайней мере, посмотреть данную информацию в вашем кабинете трейдера, и уже подать на рассмотрение заявку на профессиональный статус. Если у вас был счет открыт ранее в компании Admiral Markets AS, и вы не увидите ваш реальный счет, там есть два переключателя FCA и EFSA. Если вы не увидели ваш счет, то переключитесь на вторую операционную компанию, и там вы обязательно его увидите. Хорошо, коллеги, тогда всем спасибо за внимание, всем спасибо за активное участие, за вопросы. Будем рады вас видеть, как всегда, на всех наших вебинарах.